Привет всем, с вами Рейс Дмитрий Ророшенко, вы на канале Рейс Дмитрий Ророшенко Сегодня мы рассмотрим вопрос, что же делать, если вас рельс задержали Сейчас начинается активная пора отпусков, особенно это ощущается по аэропорту Шереметьево где количество рельсов увеличится в десятки раз Итак, положена ли вам компенсация? Если вы не опоздали в аэропорт и ваш рельс задержали то авиакомпания обязана выплатить вам пассажиру 3% стоимости авиабилета за каждый час ожидания в качестве компенсации за опоздание а также 25% минимального размера оплаты труда за каждый час ожидания в качестве штрафа но не более 50% от стоимости билета Исключение составляет форс-мажорные обстоятельства, например, плохая погода и устранение неисправности воздушного судна в случае, если это угрожает жизнью, здоровью пассажиров а также иные обстоятельства, не зависящие от перевозчика но в данном случае нужно конкретно данные обстоятельства разбирать и уточнять Как получить компенсацию в случае именно задержки рейса? При внутренних воздушных перевозках в течение 6 месяцев со дня задержки рейса вы должны предъявить претензию авиакомпании в аэропортуре, пункта отправления или пункта назначения и к ней нужно приложить копию документов, которые подтверждают понесенные вами убытки это билеты с отметкой о задержке или отмене вылета, копия посадочных талонов, чеки и квитанции, доказывающие, что вы понесли различные расходы у вас есть право на компенсацию, в том числе и морального переда, возмещение убытков, физическая задержка рейса например, у вас сорвались заранее оплаченные экскурсии, поездки, отменилась бронь в отеле вы опоздали на пересадочный автобус, поезд и так далее соответственно, вы имеете право на компенсацию на что вы имеете право в случае именно задержки рейса перевозчик именно обязан предоставить комнату для матери и ребенка если пассажир летит с ребенка в возрасте до 7 лет также авиакомпания обязана организовать хранение багажа в том числе любого багажа, всех пассажиров, которые, соответственно, летят указанным рейсом также перевозчик обязан обеспечить всех пассажиров прохладительными напитками также предоставить 2 телефонных звонка или 2 сообщения по e-mail при задержке более 2 часов также горячими напитками при задержке более 4 часов и далее каждые 6 часов днем и каждые 8 часов ночью и доставить вас до гостиницы, разместить в ней и потом доставить обратно в аэропорт в случае уже определения вылета при задержке более чем на 8 часов и более днем и более чем на 6 часов ночью то есть данные условия являются актуальными для всех перевозчиков в том числе и в Российской Федерации а также иностранных перевозчиков можете ли вы отказаться от полета в случае задержки рейса конечно вы имеете на это право в таком случае перевозчик обязан вернуть вам стоимость авиабилета даже если он был невозвратным потому что в этом случае отказ считается именно вынужденным если рейс вообще отменили вам обязаны также вернуть деньги за билет если есть вопросы, пишите в комментариях обсудим конкретно по каждому индивидуальному случаю пишите ваши споры с авиакомпаниями, с перевозчиками возвращали ли вам билеты либо писали претензию либо уже в судебном порядке обращались также расскажите об этом в комментариях а также если какие-то уточняющие вопросы пишите, обсудим с вами под видео есть значок поделиться можете выбрать социальную сеть и отправить туда ссылку рядом есть значок колокольчик на него можно нажать чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на моем канале спасибо, что подписались на канал успехов вам, счастливого отпуска!